Главное для меня, чтобы были тренеры довольны. И в одной программе, в второй скажи, что я молодец. Мне надо было откатать чисто, и опять же, тренеры были довольны. Ты чисто откатала? Да, я довольна. Смотри, несмотря на то, что ты чисто откатался, у нас довольно-таки большая конкуренция, у тебя текущее пятое место. Это психологически не давит, что ты чисто катаешь? Ну, нет, я говорю, для меня главное, что тренеры довольны. У меня без разницы на оценке, главное, что тренеры довольны. Скажи, пожалуйста, у вас с этого сезона тебя тренирует Артур Гачинский, правильно? Ну, принимает участие? Принимает участие, да, тренирует меня Датьяна Николаевна. А Артур Гачинский что наоборот принес в вашу систему тренировок? Мы с ним каждое утро скользим на тренировках, он в дорожке по несколько раз делаем. Ну, не зря он к нам пришел. То есть он больше занимается компонентами, правильно? Да нет, топоршками тоже. У тебя в этом сезоне были, если раньше у тебя были преимущественно российские старты, внутренние старты, то в этом сезоне у тебя было больше международное, в том же сезонное выступление на этапы Гран-при. Скажи, это придает уверенности или наоборот это начинает давить, потому что ты понимаешь, что можешь добраться в сборную и это может быть мешает? Да нет, ну чем больше стартов, тем с каждым стартом все увереннее и увереннее. Главное, чтобы стартов достаточно было, сколько нужно. А скажи тебе, как удобнее, когда старты идут довольно-таки часто, как в прошлом году, нет, позавтра в сезоне, или если только то вышло, у нее старты были чуть ли не каждую неделю. Или наоборот тебе удобнее, когда так размеренно, чтобы ты успевала подготовиться? То есть как тебе проще восстанавливаться, рассчитывать свои силы? Ну, наверное, ну смотря каким стартом. Если в первенстве, то мы специально никаких стартов не планировали, заранее готовились. А так, ну, международно, в каких-то там блэшках, то, наверное, можно и каждый месяц. А какие вообще впечатления? У тебя этот сезон дебютный, кроме Мишно-народного уровня Кампетра. Какие впечатления дебюты, чем они отличаются эмоционально от внутренних стартов? Ну, даже не знаю. Ну, как бы, наверное, ничем. Ну, да. Обычные старты, как бы, каждый раз. Скажи, пожалуйста, а кто тебе ставил произвольную программу короткую? Короткую ставил Бенуа Ришар, француз. Мы с ним опять эту программу... Вот мы недавно на сборке были в Куршевеле зимой. Мы с ним отрабатывали снова эту программу, а произвольную поставил Эдвард Торнович Смирнов. И отрабатываю я с Николаем Алексеевичем Орзеевым, хореографом. В чем разница подходов у разных хореографов? Ну, в данном случае, как? Ну, наверное, все-таки Бенуа, он как бы на скольжение ставит больше, такое раскрепощенное. Ну, Эдвард Торнович Смирнов любит, чтобы, наоборот, как-то пожёстче было, чтобы, кажется, чёткое движение было видно. Ну, по-разному. В этом сезоне ты тренируешься на «Мамой Дубль», я понимаю, с «Каролиной Пост», но если сезон у вас тренировалась, как тебе такая межнациональная компания, что это даёт? Ну, наверное, толчок вперёд, что вот «Каролина», ну, вот я говорю, что мы все у неё получили о скольжении, там, как она презентует программы, презентации, ну, всем. «Каролина» вообще вот идеальный, идеал. То есть, меня на тени игрок «Каролина Постер» выделяла на гуману, а баба на что-нибудь говорит? Хорошо катаешься, молодец, не знаю, давай, старайся, что-нибудь. Ну, в общем, все меня только хвалят, ну, как бы за прыжки больше всего хвалят, что у меня хорошие прыжки, что... Ну, и на скорость. Она хвалила бабой. Селия, вы где однократно отмечали, что ты, когда выходишь на разминку перед прокатом, ты стараешься, ну, по максимуму, то есть, выполняешь элементы. Многие фигуристы говорят, что они, ну, стараются как-то экономить силы, чтобы хватило перед прокатом. Вот с чем связан твой такой подход? И хватает ли при этом сил на прокат? Вот мне наоборот, вот я такая дива, скажу, что надо всё быстро сделать, подстаю, лучше потом отдохнуть, ну, именно на шестиминутке, или перед прокатом. На шестиминутке? Ну, ну, на шестиминутке, наоборот, быстро-быстро-быстро, чтобы потом подольше отдохнуть, там, на имитации какие-то поделать, на крутке, опять же. Кто, как, кто любит делать, кому как удобнее. Сейчас у тебя получается этот старт уже завершён, короткая, произвольная программа позади. Какие выводы после этого старта ты сделала для себя? Во-первых, надо больше работать на вращение, потому что в короткой программе недостаточно портфа делала. Ну, и, как бы, не зажиматься какие-то случая. Спасибо большое. А где у тебя дальнейшие планы, мы с вами, так, в том, нахолючке? Ну, ещё не обсуждали, но, наверное, финал конкурсей. Хорошо, спасибо. Спасибо большое.